Буду сам выступать как представитель этого Букарта. Вообще Букарта зародился до Первой мировой войны, в нашем понимании, как книга художника. Она зародилась одновременно во Франции, в Англии, в Румынии, везде. Это было такое тотальное явление. Русские футуристы, Бурлюк, Гончарова, Ларионов, они все занимались Букартом и делали такие уникальные книжки. Например, мне очень нравится книжка Давида Бурлюка. Напечатанная на обоях. Они, так как футуристы, они дружили с Крученых, Клебников, это было целое направление людей. Это были поэты, писатели, художники. Это были друзья-единомышленники, которые создавали вот этот как бы стиль футуризма. В прошлом году, когда я был на выставке в центре Жоржа Помпиду, итальянского футуризма, одним из разделов итальянского футуризма, я был удивлен, являлся русский футуризм, с их манифестами. Там была выставлена совершенно гениальная Любовь Попова, тоже Ларионов был выставлен, Гончарова. Это был раздел неотъемной части футуризма была, в центре Жоржа Помпиду, там очень хорошее собрание. Потом это переросло после Первой мировой войны. Мы все знаем, что в России пришли к власти большевики, а в Европе это перешло в дадаизм, в абсурдизм, в сюрреализм. Макс Эрнст совершенно делал замечательные книжки, сделанные как коллажи. На выставке сюрреализма, которая была на Национальной галереи в Берлине, я был просто поражен, что и Сальвадор Дали, и Макс Эрнст, и многие другие, делали совершенно замечательные, уникальные издания. Это могли быть и журналы, и книжки в единственном загрепляре, или малотиражные. Такой очень интересный класс литературы, и в то же время искусства. Если литература, если там есть текст, а искусство, если это представлено как визуальные образы. В Европе есть коллекционеры, которые собирают искусство. Часть их базируется в Швейцарии, большая часть во Франции, в Англии. Проходят очень крупные международные выставки и мессы. Одна из самых известных мест, пожалуй, французская. Это самая крупнейшая в мире выставка по книге, по достижениям книги. И один из разделов этой выставки посвящен Букарту. Это очень достаточно интересный раздел. Там представлены в основном книги не только студенческие, но и серьезных авторов-художников. Это уникальные книги, которые могут быть любыми объектами. Даже двухметровыми, трехметровыми книгами в деревянных коробках. Но все это носит некий формат прямоугольника, некий формат книги или свитка. Потом одна из самых крупнейших международных ярмарок, которая посвящена только Букарту, книге художника. Это, конечно, Леопаж, который идет в Париже, проходит раз в два года. Это такой закрытый салон, на который путем конкурса надо по почте прислать свои книжки, фотографии. Потому что французы очень любопытные люди, в отличие от немцев, которые ты покупаешь стенд и выставляешь что угодно. Ну, конечно, в разделе Букарта, потому что у немцев очень серьезная система классификации сделана. У французов ты должен прислать по почте, не по интернету, а именно по почте с чеком свои книжки. Ну, фотографии книжек. И они отбирают очень жесткий отбор. Я с друзьями Михаилом Бенсманом, Тамарой Ивановой, участвовал в Леопаже и был, конечно, поражен, какое количество людей занимается книгами. Конечно, культура международного артбука, она поразительна тем, что там есть очень большое количество ценителей этих книг. Они одевают белые перчатки, листают книги, покупают. В основном закупками занимаются библиотеки. Штат-библиотека, Государственная библиотека Берлина, например, или Парижская библиотека Центра Жоржа Победу, или Кунст-библиотека, или Пинокотека. И коллекционеры. Один из самых крупных коллекционеров, как удивительно и нашей русской книги, Райкон Грюнн, живет в Мюнхене. У него очень хорошая коллекция, в том числе и русских книг, помимо немецких. Он ездит по всей стране, читает лекции. Вот здесь я представляю, например, свой проект Proon9. Это 9 лимитированных таких папок, которые сделаны из гафрированного картона, который я нашел на помойке. Я его пронзил специальным ножом, который больше похож на иглу. Сделал туда такие веревочки бумажные, закрепив их клеем. С помойки я вырезал такие шрифты и сделал такие коллажи в стиле 20-х годов. Proon – слово, которое внес, наверное, в искусство Эль Лисицкий, который много работал в Германии, в России. Он занимался новым дизайном, у него такая серия Proon. Этой Proon очень достаточно высоко ценится серия, потому что такие папки, в которых находятся супрематические некие утопические проекты. Я решил сделать тоже свой утопический проект. Здесь нарочито я придумал сделать форму чертежа, в которой я внес геометрические фрагменты пригласительных билетов, лиц людей, номеров. Везде, где я бываю, элементов скотча, цветных таких. Вел какие-то некие планы, которых нет. Потому что я поклонник абсурдистской литературы, Беккета, Иоаннешко, Дадаизма. И я думаю, что у меня удалось сделать такую книгу, в которой ничего не написано. Но в то же время, в которой есть какое-то некое визуальное содержание. Эту книгу, кстати, при всей такой достаточно большой абсурдности, она должна сейчас выставиться в Америке. Тоже в Вилсон-центре она должна выставиться, где сейчас проходит выставка печатной графики. Хотя книга не печатная, а сделана вручную, но количество 9 экземпляров подписных, они выступают как печатные издания. В этом тоже есть какая-то некая парадоксальная современная общество. Когда ты подписываешься 9 экземпляров, они становятся печатными. А если не подписываешься, то они становятся уникатами. Мне, конечно, такая игра очень нравится. Сейчас мы перейдем к серии алфавита. Я в свое время думал, я в основном занимаюсь графикой, рисунком. Тушь, бумага, акрил, акриловые чернила, цветная тушь. Я люблю такие миниатюры делать. Я начал думать над проектом алфавита. Мне хотелось сделать такие буквы. В свое время в Ренестрансе, в Готике, были буквы сделаны из людей, богов, животных. Мне хотелось сделать что-то свое, более осовремененное. Я сделал сначала рисунки, 26 рисунков. Это достаточно, с одной стороны, это сюрреалистичная экспозиция, в которых присутствуют элементы женщин, мужчин, людей. С одной стороны, это ирония над Павлом Филоновым и вообще над буквой как таковой. Я сделал такую папочку из 26 экземпляров. Случайно ехал по Берлину на велосипеде. Я остановился около одного магазина, где я купил очень дешевую книжку некого принца Франца Фогеля. Эта книжка называлась «Алфавит». Она меня заинтриговала. Открыв эту книжку «Алфавит», я увидел, что в Швейцарии живет человек, принц Франц Фогель, который коллекционирует алфавиты. В том числе, было приятно увидеть, что в его собрании находится алфавит китаевый или лисицкого, который сделал супрематический алфавит, то есть двух наших людей. И там были алфавиты, представленные с времен Ренессанса, итальянский алфавит, который был сделан в пергаменте, готический, до современных порнографических просто алфавитов, 70-х годов. То есть все стили алфавитов, которые, возможно, были или будут, кроме алфавита, которым times, ну, кроме шифтов. Там алфавиты были как арт-бук-объекты. Я просто поразился, так как человек достаточно открытый и агрессивный. Я нашел в интернете имейл-адрес принца Франца Фогеля, ему написал письмо. Дорогой принц Франц Фогель, безумно рад с вами познакомиться, купил вашу книжку за 1 евро. И книжка, судя по всему, стоила 100 евро ваша. Потому что идеальный твердый переплет с парчой. Говорю, просто повезло. Я тоже занимаюсь алфавитами, я, мол, русский, живу в Берлине, хочу с вами познакомиться. Получил совершенно галантный ответ от него, что да, с удовольствием, очень интересный алфавит, понравился. Я коллекционирую, хотел бы приобрести его. Я ему написал, дорогой принц Франц Фогель, я хочу сделать тиражную серию алфавита. Мне интересует тираж, и этот алфавит будет в уникальных обложках. Он говорит, да, очень интересно. Мы, переписываясь с принцем Франц Фогель, познакомились еще с очень крупной базильской коллекционершей, которая тоже коллекционирует алфавит. Это была удивительная вещь. Принц Франц Фогель не купил мой алфавит. А швейцарская коллекционерская приобрела в Майнце на выставке тоже мой алфавит. И оказывается, принц Франц Фогель, вот ирония, связался с этой швейцаркой. И сейчас он делает выставку в очень крупном музее в Германии, алфавитах. То есть, оказывается, есть направление людей, которые коллекционируют буквы, как произведение искусства. И их не два человека, а много людей. Я сейчас вышел вот на такой класс людей, которые коллекционируют шрифты. После латинского алфавита, который мне показался достаточно пустоватый для меня, я увлекся еврейским алфавитом с помощью такого режиссера Бориса Юханана, с которым встречался. Мы с ним обсуждали каббалистическую тему, которая нас интересовала, которую мы немного понимали. Я подумал, а почему я не займусь еврейским алфавитом, который состоит как конструктор? Там каждая буква, он состоится как лего. Конечно, фантастичная вещь. Сейчас я вам покажу свой труд в этой области. В общем, я решил заняться каббалистическим алфавитом таким. Я был не нов в этой области. Абсолютно не нов, потому что многие люди занимались этим. Я сделал папку 50 на 50 сантиметров. Сделал 22 буквы. И в каждую папку вставлял 21 принт, хорошо сделанный, с музейными ушками такими, треугольниками. Мне просто понравился, я сыграл еще сортами бумаги. И один оригинал. Достаточно быстро я вышел на людей, которые коллекционируют иудаистику. Для меня это была совершенно новая сфера, как и алфавит латинский. То есть оказалось большое количество людей, которые коллекционируют иудаистику. В итоге этот алфавит профинансировала очень крупная организация, еврейская культурная организация, которая финансирует все связанное с еврейской культурой во всем мире. Как есть ГИОТ-институт, который финансирует все связанное с немецкой культурой. Институт Сервантеса, который все связанное с испанской культурой. Бритишен институт, который все с британской. Единственное, у нас, правда, пока еще нет такой конституции, который финансирует все связанное с нашей культурой. Но я был поражен. То есть мне удалось напечатать это. Потом это выставлялось все на выставках, бесконечных совершенно, связанных с иудаикой. В итоге я узнал, что вот эти 22 папки вошли в очень крупные коллекции. То есть я был случайно удивлен, что тиражные вещи, которые я делаю, они куда-то входят, есть люди, которые собирают это. Хотя выставкой книги, то есть книгами как таковыми, как объектами, я занимаюсь давно, с 90-х годов. Вот, я именно стал заниматься благодаря, думаю, что Лёне Тишкову и Михаилу Карасику. Михаил Карасик это такой лидер артбука, который живет в Петербурге. Он очень много книг сделал по Даниилу Хармсу. Очень интересный человек, но он в основном делал печатные книги. А Леонид Тишков, помимо печатных, он делал уникаты. Здесь представлена одна из его книг, которая рисует ветер, совместно с делом занимающегося художниками, на крыше своего дома. Он сделал кисточку. Но он поставился больше не такими книгами, а своими даблойдами. То есть у него есть персонаж, который является типа комикса, который он постоянно эксплуатирует в своих книгах. И у него интересное сочетание тиражных книг с нетиражными. И когда я познакомился лично с Леней Бажановой, и с Леней Бажановой, и с Тишковым, и с разными людьми, я понял, что есть интерес к книге. И у меня был тоже интерес к книге как объектам. Тогда меня интересовали книги в стиле 20-х годов. Я буду прыгать с разных сторон. Потому что я показываю свое творчество, а мое творчество оно прыгучее очень. Я здесь показываю только связанные с книгами, с рисунками некими. Хотя у меня есть скульптуры, маски и разные вещи у меня есть еще. Познакомимся с Леней Тишковым, с Юлией Кисиной и с разными лидерами, с графиками. Мы как бы поняли, что есть парадоксальный интерес к книге как объекту. Это можно выставлять. Первая выставка, которую я помню, она была в середине 90-х годах во Дворце молодежи в Москве. Ее делал как раз Леня Бажанов, Юлия Кисина. Это была книга, посвященная именно Букарту как таковому явлению. Это была, пожалуй, первая выставка в Москве в Союзе. Потом была выставка, которая была сделана с помощью Ани Чудецкой и Ксении Безменовой в личных собраниях Пушинского музея. Пушинский музей имеет очень хорошую коллекцию Букарта. Это книги не только современных художников, но и Розановой с крученым Вселенская война, и Давида Бурлюка. Это была выставка как срез современной культуры оригинальной книги, книги художников. Там были представлены при том книги не только художников, но, например, поэта Царства Неместного Генриха Сабгиру. Там была представлена книга, его стихотворная, которая была нарисована просто на рубашке. Она просто висела, это был очень... Дмитрий Александрович Бригов был представлен, там был представлен весь спектр. Был издан каталог этой выставки, и это имело очень хороший резонанс в личных собраниях. Потом выставка была в Нижнем Новгороде, я вспоминаю, которая делала издательство «Дирижабль», которую делал Леня Тишков и «Карасик». Это была тоже выставка с каталогом, она... Помимо выставки, там были тоже лекции по Букарту. Потом была выставка, которая была в том году, которую делал Виктор Лукиин и Вася Власов в иностранной библиотеке. И мы с моими друзьями пытаемся еще создать, сформировать здесь коллекцию Букарта. Нам, в принципе, это тоже очень интересно. Потому что если брать, например, немецкую штат-библиотеку, государственную библиотеку, у них очень хорошая коллекция Букарта. Или кунст-библиотеку, которая в Берлине. Курфюрский кабинет, например, три года назад провел совершенно замечательную выставку из его собрания «Книга художника». И оказалось, что книга художника российского, советского. Там были представлены Илья Кабаков, Эдуард Гороковский, которые здесь есть на этой выставке, Игорь Макаревич. То есть была очень хорошая выставка, в которую он ввел собрание Аршакова. Аршаков – это художник, который коллекционирует концептуальную книгу в Берлине. Это был достаточно интересный проект, который был хорошо освещен в прессе. Что мне нравится в книге? Хотя я занимаюсь графикой и рисунком, и в основном, это основное, чем я занимаюсь. В книге мне нравится, что можно пробовать новые формы, новый подход. Какие-то вещи, которые я не могу попробовать в графике. Потому что графика – это плоскость листа, и ты на один на один с этим листом бьешься, как рыба в борду, пытаясь что-то нарисовать на нем. А здесь мы можем создавать как бы некие объекты, которые являются, с одной стороны, абстрактным искусством, а с другой стороны, они являются объектом сами по себе, и с другой стороны, они складываются в форму книжки. Эти, вот, например, книга вот из этой серии, таких конструкций, это очень такая большая серия, построенная, вот здесь видно на просветах, это я сфотографировал в своей берлинской мастерской это. Она, с одной стороны, живет как абстракция, с другой стороны, живет как книга. Выставка была в музее в Гамбурге недавно, именно абстрактной выставке, где выставлялись вещи. Потом мы эту, потом выставку я делал со своими друзьями у себя в мастерской в Берлине, потом эту книгу привез сюда, и она выставлялась в иностранной библиотеке, потом брал на французскую ярмарку, то есть книги еще путешествуют, то есть я везде показываю, они потом попадают в частные коллекции, как книги моих друзей, и выставляются уже в музеях, уже в таком сборе. Есть несколько крупных сайтов, если кому-то интересно, я возьму свою сумку дамок, которые посвящены Букарту. Эти сайты представляют из себя набор линков, художники и события. Каждый год в мире проходит очень много событий, связанных с Букартом. Каждый год. Выставляются коллекции, проходят мессы. Одни из лидеров этого движения, Букарта, это англичане. В Англии постоянно проводятся выставки, в которых может принять каждое участие, кто пройдет типа конкурса, ну кроме нас, потому что мы уже давно принимаем в этом участие, по определенным темам. Например, не очень давно была тема, посвященная алфавиту, АБЦ называлась. Все художники, разные из разных стран, прислали в Лондон свои книжки, посвященные алфавиту. Это могли быть папки, книжки, выложенные спичками. На этом сайте все это есть. Это был очень такой интересный проект, который показывался на территории Англии. Был приведен симпозиум по этой теме, где было показано влияние такого уникального шрифта, сделанного художником, и восприятие его человека. Там были разные тема докладов, поскольку потом эта выставка проездила по университетским галереям. Потому что в Англии каждый университет имеет свою галерею. Там, например, Оксфорд имеет свою галерею, например. В Лондоне тоже университет имеет свою галерею. Притом это галереи в музейном уровне, не так, как здесь. Это музейные, с профессиональным цветом, с профессиональным стеллажами. То есть это профессиональные. Потом собираются студенты, профессура, коллекционеры и читаются лекции. Притом люди приглашаются от всех точек мира. Я, например, участвовал позапрошлом году в проекте, называлось «Ре». Здесь представлены разные разновидности моих книг как творчества. Вот это, например, книжка, которая вот здесь находится. Она входит в коллекцию курсовских кабинетов. Это крупнейшее собрание графического искусства в Германии. Например, вот это, это объект, который собирается, он тоже является как книга. Он участвовал во множественной выставке, в том числе в Цюрихе, в галерее Натальи Ахмеровой. Сейчас. О, неужели я забыл записать? Вот, нет, 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 сейчас. Тоже вот книга, посвященная Хармсу, например, была сейчас у меня. Вот здесь, сейчас была посвящена Хармсу. Видите, я сделал прорезами. Здесь я использую печать, японские ножи на прорез. Калаш из гофрированного картона, как я люблю. Наклейки английские. Притом, эти наклейки не выгорают. Потому что в этих книгах надо использовать специальный клей, чтобы качество стыков никогда не угорало, не желтело. Это специальный клей для художников и реставраторов. Мне, кстати, в книжном искусстве это тоже нравится. Мне нравится некая гарантия на 100 лет. Это потрясающе, потому что я 100 лет не проживу. А гарантия на книжку этим фирмам дают 100 лет. То есть 100 лет коллекционеры могут к ним обращаться за возмещением убытков, если что-то случится с этими книжками, по вине клея или краски. Это вообще так очень иронично. А, вот, кстати, показан еврейский алфавит у меня здесь. Вот видите, здесь показан еврейский алфавит. Вот такая папка. И этот алфавит вставлялся вот в таких листах, вот такую папку. Это папка 50 на 50 сантиметров. Такая папка. Это, вот видите, здесь музейные ушки у меня, которые я сделал вручную, потому что люблю резать все и люблю рукоделие. А вот внизу эта папка с латинским алфавитом. В обложках я совершенно нашел гениальные совершенно обложки. То есть нашел вещи после, как бы нашел вещи, такие, картон, жуткий, на хорошей немецкой помойке, побитый. Видите, как я обрезал от кондиционеров фирмы Тошиба. Я прорекламирую фирму Тошиба. Я это все вырезал. Добавил сюда пригласительные билеты. А я постоянно вечерами хожу на открытие выставок. И мне постоянно посылают пригласительные билеты на все выставки. И получается, как бы, история не только моей буквы, там, моих букв, да, которые я напечатал. Но история моей жизни. Каждый человек может прочитать мою жизнь. Где я был? Что я делал? У меня здесь пригласительные билеты. Еще я часто использую документы, которые посылают немецкие мне органы разные. Но если их можно использовать, эти документы, если не надо их отсылать обратно. В общем, это получается игра художника. Вот видите, какую книжку я сделал? Кубик сделал просто. Просто сделал кубик такой. Мне почему-то захотелось сделать кубик. Этот кубик выставлялся на очень множестве выставок такой. Это ирония была. Игра со зрителем. Я, может быть, даже ничего не хотел сказать этим. Но зритель воспринимался серьезно. Он задавал очень много вопросов. Не только про кубик, но и про кубик Малевича. Потому что это был отечественный зритель. Вот, кстати, тоже очень любопытная коммуникация. Я зашел в одну галерею и увидел выставку американского современной графики. Мне очень понравилась выставка. Увидел куратор Андрес... Назовем его Андрес Шолем. Этого куратора увидел. Я ему написал письмо по-немецки. Письменно написал письмо. С дикими ошибками. Ошибки заключались... Там очень важно падежи. Ну, так как я являюсь художником, для меня это не является важным. Потому что я человек визуальной культуры. А я не писатель. Получил совершенно элегантный немецкий ответ на Хогдойче. Был сам поражен. Потому что немецкая культура, она, конечно, фантастичная в области писем. В Германии начинаешь понимать хорошо кавку. Все через почту. Почта работает в течение дня. Письмо из любой точки Берлина. Приходит в любую точку Берлина. Оно приходит точно. Пусть Сталин никогда не ошибается. И не звонит дважды. В общем, получил изумительное письмо. Да, ваша книга очень интересна. И Курфюрский кабинет заинтересован в ней. Я почтой послал книжку заместителю Курфюрского кабинета. Почтой послал книжку. Ценную. Стоимость очень большая этой книжки. Он ее получил. Послал мне обратно. Говорит, мы очень заинтересованы. Хотим обсудить вопрос цен. У нас можно было роман написать. В письмах. Роман в письмах можно было написать. Мои ответы на плохом немецком. И его ответы мне на очень хорошем немецком. В общем, эта книжка находится в коллекции этого замечательного собрания, где Ремрот, Дюрер представлены. И очень много хороших артбуков представлено. Вообще, конечно, это феноменально. Создавая предметы, создавая книги, рисунки, что-то создавая, это встречается с очень большим количеством замечательных людей. Как Гурджиев прям. Он постоянно встречался с какими-то замечательными мистиками. А я встречаюсь с замечательными собирателями искусства. Поразительно то, что в России появились люди, которые собирают артбуки. Это Борис Фридман, например. Выставка которого была в музее в Москве на Петровке. Музее современного искусства. Сейчас проходила выставка в галерее Зураба. И потом была выставка в литературном музее. Это крупнейший собиратель, такой бизнесмен, крупнейший собиратель Букарта. Меня с ним познакомил Леонид Кишков, который меня представил как журналиста. Борису Фридману. Но я сразу понял, что это... Я не журналист. Я сказал, говорит, Борис Фридман, я не являюсь журналистом. Я художник. Я делаю Букарту. Он говорит, очень интересно. Позвоните мне вот вам мой мобильный прямой номер. Я коллекционирую книжки. Он говорит, может, вы про коллекцию мою что-то напишите? Я говорю, я не пишу про коллекцию, ничего. Я художник. Говорит, Леня пошутил. Но Леня пошутил, как шутят художники. Только умеют шутить тонко российские художники. В общем, встретившись с Борисом Фридманом, я был просто поражен. Это человек, который собирает книги. У него находятся книги 20-30-х годов. Притом не только русские. У него есть книги Кокто, Пикассо, Шагала, Анвиланского, Алексеева, который очень малоизвестен у нас. Этот Алексеев занимался мультипликацией, был прекрасным иллюстратором. Он издавал малотиражные книги. Кто-нибудь видел интересный мультфильм Алексеева 20-30-х годов, который он делал с гвоздей? Это очень интересный мультипликатор. Всем советую посмотреть. Думаю, что он есть в интернете, наверное. Алексеев. В общем, Борис Фридман. Что мне нравится в некоторых коллекционерах? Что когда коллекция у них переходит в качество, они хотят с кем-то поделиться. Это не все коллекционеры. Вот Борис Фридман решил поделиться в своей коллекции. Он провел выставку на Петровке, в Музее среднего искусства, своего собрания, посвященное слову о полку Игореве. Хотя я могу себя, наверное, отнести к интеллектуалам. Я был поражен некоторым книжкам. Например, никогда не думал, что Гончарова оформляла слово о полку Игореве. Это было для меня открытием. Ну, там был Поборский, Кибрик был. Там были очень интересные. Притом, одну из книжек он заказал, чтобы, сделав наручной бумаге, он сделал современную книжку, профинансировал. Слово полку Игореве. Ему хотелось войти в контекст полка Игореве книжки, которые он профинансировал. Это было очень интересно. Он профинансировал выставку, книжки. Было поразительно. Сейчас он сделал книжку, посвященную французской книге 20-30-х годов, малотиражную. Это для меня было открытие «Черно-белый Шагал» книгой «Война». Это было открытие, потому что я всегда предполагал, что Шагал делал цветные литографии. Это было «Черно-белый», очень хорошего уровня. Притом, там летели бомбы, самолеты. Это была удивительная книжка. Я об этой выставке писал в своем фейсбуке. Эта выставка была, конечно, феноменальная. Я думаю, что должны все были посетить бы ее. Я не знаю, Борис Фридом будет вывозить эту выставку куда-нибудь. какие-то музеи. Это было потрясающее собрание. В общем, Борис Фридом постепенно раскрывает свое собрание. У него очень большая часть европейского искусства, русского искусства, современного, российского искусства. И я знаю только двух людей. Если в Германии я могу назвать большое количество собирателей, людей, интересующих двух мест, на которых покупают искусство, то в России только сейчас мы находимся в начале. Вот ярмарка интеллектуального искусства, которая проходит в СДХ, нонфикшн. Там только сейчас, только люди продают букарты. Я не знаю, как у них покупают. Потому что в Германии есть, в Париже, в Германии, или там. Кстати, самая интересная ярмарка по букарту проходит в Беркли, в Нью-Йорке, в институте Беркли, при Университетской галерее. Это самая престижная мировая ярмарка по букарту в Беркли. Туда приезжают только такие звездные художники. Она ничего не стоит. В отличие от Лепажа, где ты платишь, или Французская книжная ярмарка, это очень такие дорогостоящие мероприятия, то в Беркли, американцы, у них ничего не стоит. Тебе предоставляют стол, но ты должен пройти предварительный отбор. Мы хотим участвовать в этом году, она проходит осенью в Беркли от фонда Натальи и Татьяны Каладзеи, Каладзей Фундейшн. Это крупнейшие коллекционеры, которые живут в Нью-Йорке и которые пропагандируют современное российское искусство. У них не только российское, у них основной костяк коллекции 60-е годы. Сейчас в Вилсон Центре они открыли выставку «Современная российская печатная графика». В Вилсон Центре это очень известное место в Вашингтоне, то есть знаменитое. Это типа Центр Жоржа-Помпидунях. И в принципе это как бы событие сейчас американское, современное. Коллекция Каладзей входит в стол крупнейших коллекциях лучших коллекций США, хотя там представлено только современное российское искусство от 60-х годов до наших дней. Я думаю, что это хорошие показатели. Они, кстати, проводили выставку в Нью-Йорке. В Нью-Йорке есть Центр современного графического искусства. И они провозили тоже выставку там печатной графики тоже от 60-х 2000-х годов. Сама пропаганда графического искусства российского, потому что графика она сама по себе является элитарной, а в нашей стране она является абсолютно элитарной. Потому что у нас люди покупают только хвост масла и айвазовского или пейзажи Шишкина. Но постепенно тяга к чему-то оригинальному появляется у людей. И это очень, кстати, хорошо и очень похвально. Я всегда поддерживаю людей и даю большие скидки на свои книги, если человек из России. Я его уже уважаю, что он тянется к какому-то знанию. Я не говорю это как сноп. Я просто уважаю этого человека, что он в этой среде тянется к прекрасному. Тянется к чему-то оригинальному и маргинальному. Это вообще великолепно. Я готов ему посвятить массу времени. Готов сюда даже специально прилететь ради него из Берлина. Это, конечно, фантастичная вещь, потому что мы должны растить своих коллекционеров. Мы должны создавать ту питательную среду, которая сделает нового человека в России, потому что мы нуждаемся в новом человеке в этой стране. И искусство это является той средой. Когда к тебе подходит 20-летний человек и говорит «Я увлекаюсь искусством, у меня бизнес появился первые 19 лет, я хочу купить твои работы, он пишет мне по интернету, я с удовольствием откликаюсь на его позыв». Это, конечно, для меня фантастично. Сейчас появился целый класс коллекционеров, например, Антон Бело, который покупает современное искусство. У него, он окончил институт в столе из плавов, он увлекся так искусством, что сделал журнал, путеводитель по московским и питерским выставкам «Артгид». Притом, его журнал, он является очень хорошим уровнем. Насколько я тусовщик европейский, потому что Франция, Цюрих, Швейцария, Мюнхен, Кёльн, Гамбург, Берлин, там же везде есть путеводители. Лондон. То русские сделали лучший путеводитель. Мне он очень нравится. Единственное, что, конечно, мы нация безалаберных людей, и поэтому наш путеводитель не всегда соответствует датам событий и цифрам, которые указаны там, но все равно это похвально. Конечно, культура Букарта очень хорошая в Питере, как ни странно. У них есть традиция, потому что все футуристы, часть футуристов, Даниила Хармс и люди, которые увлекались словом, они жили в Петербурге. И у них, конечно, там лидером является Михаил Карасик. Это однозначный лидер, который постоянно раньше выставлялся, показывал искусство питерских на Книжной Французской ярмарке. К сожалению, сейчас мы его заменили там. Нельзя сказать, что я такой абсолютно московский, но заменили берлинским. Мы показываем наше искусство и очень хорошо, что на этой ярмарке завязываются какие-то контакты. Например, центр Германии по Букарту наверное будет находиться в Гамбурге. Есть такой человек, Стефан Барковяк, у него есть большой сайт по Букарту. Он вообще очень любит искусство Букарта, на котором представлены художники из разных стран. Это такой живой сайт, который развивается. Я был поражен, я с ним познакомился по интернету, потом лично с ним познакомился. Он раньше издавал издания посвященные Букарту. Сейчас он перешел, к сожалению, в интернет. И один из самых хороших сайтов по Букарту тоже из Гамбурга, который представляет все события, мировые события. Я возьму, я вам дам просто из своей книжки, у меня там портфель лежит, в сумке. Он представляет крупнейшие события, которые с точностью, с немецкой точностью, что нам не свойственно, что, когда, где и почему происходит. С описанием и с описанием конкретных лиц, которые за это отвечают, кураторов и собирателей. Конечно, меня поражают немцы, в России нет такого планирования, например, на 5-8 лет. У немцев может быть запланирован, ты можешь понять, что в 2011 году будет за выставка, например, в Тель-Авиве или там в США. И кто эту выставку подбирает, и можешь найти прямо телефон его и связаться с ним по мобильной связи, сказать «Здравствуй, Сэм, я хочу участвовать в твоей выставке, я делаю давно книги и давно мечтал тебя услышать». И он тебе ответит «Да, присылайте вот моя электронная почта». Там абсолютно общество толерантное, абсолютно открытое. Ты можешь прийти с улицы, ты можешь написать письмо, потому что там люди хотят что-то узнать. Это, кстати, очень феноменальная вещь. У нас кураторов очень сложно узнать. Вот, например, куратор этой выставки, которой достаточно известные люди, мне, например, мои друзья написали, говорят «Миша, ты не скажешь, кто куратор?» Я всем поставил как бы имел адреса, потому что эта выставка, которую сделал куратором выступил Витя Лукин и Юрий Самодоров, она будет как продолжаться, она будет иметь свое продолжение, то есть это как она развивается, эта выставка. Поэтому хотелось, конечно, привлечь еще каких-то людей, которых мы не знаем, потому что я сам человек очень любопытный. Я люблю, когда мне пишут, говорят, я вот молодой художник, я хочу выставиться, я просматриваю, как правило, работу его, и если я понимаю, что они соответствуют моему восприятию мира, я его посылаю к людям, которые решают что-то в этом мире. Это очень важный процесс, потому что мы должны растить смену, то есть мы должны растить свою среду такую. В общем, вот эта выставка, выставка Букарта, я думаю, что она будет продолжаться, я надеюсь, что она будет не только в Воронеже, но еще где-нибудь пройдет. Да? И еще в Воронеже мы покажем ее в обновленном виде еще, эту выставку Букарта. Можем, сделаем, выставку, которая будет каждый год проходить в Воронеже, и каждый год я буду говорить одни и те же фразы у вас здесь за компьютером. Еще надоем вам. Кстати, тоже очень любопытная вещь, я дружу с куратором Русского музея Иосифом Гиблицким, который, помимо того, что он курирует какие-то проекты в Русском музее, он занимается издательством Русского музея. Вот, пожалуй, вот как книгоиздателям вам будет интересно, что самый лучший музей по полиграфии это Русский музей. Они представлены на французской книжной ярмарке, они находятся напротив кунстбиблиотеки и национальной галереи Берлина и пинокотеки и их книги Русского музея лучше и по дизайну и по печати. Я когда каждый год бываю на книжной французской ярмарке, я всегда иронизирую над немцами. Я говорю, вы же немцы, вы же должны делать хорошую печатную продукцию, а у вас такая печатная плохая продукция. Вот идите к Иосифу Киблицкому, посмотрите, как он печатает шедевры и не шедевры русского, советского, российского искусства. Иосиф Киблицкий решил провести выставку посвященную воде. Я в это время делал книжку в течение времени, то есть делал 7 рисунков тушью. Я ему эту книжку, то есть я эти рисунки перевел в форму книжки, которая стоит у меня там на стенде. Я их сложил, надрезал все эти рисунки, сделал, книжка получилась длиной 4 метра. Эта книжка выставлялась в русском музее и вошла в коллекцию русского музея и вошла в каталог. Чем мне нравится русский музей, что он документирует это. Мы еще находимся в свое время в середине 80-х годах с моим другом Игорем Вишневецким, которым является профессором сейчас в Сиетле и преподает в РГГУ, он филолог. Мы пришли к выводу, что у нас есть сам издат политический. Я к политике никогда не относился ни хорошо, ни плохо, она меня вообще не интересовала. И мы решили сделать сам издат на ксероксе. Тогда можно было получить срок за это. Эстетический. Тогда никто не знал, кто такой был Хармс или Яков Друзкин, например, философ Абериуд. Очень интересный человек, Яков Друзкин. Константин Вагинов, тоже такой питерский. И мы решили издать книжку, журнал, который назвали равноденствие, Аквинокс, сам издатом. О нас пишет Митя, Митин журнал. Мы входим в антологию сам издата. Мы решили выпустить журнал тиражом из двух экземпляров. Это было долго по тем временам. Надо было найти ксерокс, надо было убедить человека, что его не посадят за это. Надо было ему заплатить денег, и мы это все вручную делали. То есть издавали такой самый датский сборник. Это тоже своего рода букар. Этот сборник вошел в собрание Ленинской библиотеки, литературного музея, и как ни странно разных людей от Голландии филологов до Нью-Йорка уже штучным экземпляром, потому что тираж 100 тысяч экземпляров был очень маленький. Что бы хотелось быть артбук нуждается в документации. Чем мне нравится русский музей? Он документирует свои выставки. Мы нуждаемся в документации, потому что документация выставок, тиражная, она служит тому, что это пропаганда искусства. Если человек не был на выставке, он увидит, может быть, каталог. Ко мне приехал мой голландский друг, с которым мы катались на велосипедах, и потом мы начали рассуждать на тему Якова Друзкина. Это очень интересный философ Абериут, очень любопытный. Его известное произведение называется «О конце света», где конец света показан, что время перестало идти медленно. И конец света показан не с точки зрения логического обсуждения конца света, а как дзен-буддисту мне больше понравилось, он показан нелогически. То есть время шло медленно или книговестников. В общем, это мой друг из Амстердама встал на колени передо мной и сказал «Миша, я тебе благодарен, я понял, что это вы печатали сборник Аквенокс». Я был просто поражен. Он был достаточно толстенький человек, мне стоило больших трудов его поднять. Но вот эта пропаганда, которой мы нуждаемся, потому что человек получил книжку, он учился в Киеве, а образование получил в Нью-Йорке, эта книжка попала, она повлияла на его образ жизни. То есть книгоиздания, каталоги, они влияют на образ жизни далеко за Москвой, на каких-то перифериях, где угодно. То есть люди, получая этот импульс, они как бы саморазвиваются. Эта выставка, в принципе, тоже она, наверное, задумалась как некий импульс для развития студентов, людей, для импульса в голове. Может быть, кто-то сделает хороший пирог после этого с Курагой. Это, я считаю, будет успехом этой выставки тоже. Что вам еще рассказать насчет книг? Конечно, основные собрания Букарт находятся в библиотеках и в библиотеке показывают. Российская, конечно, библиотека иностранной литературы с ее фондами, которые не задокументированы, которые не внесены в компьютеры, которые все находятся на карточках. Это, конечно, я не знаю, какой век. Например, немецкая государственная библиотека, она постоянно показывает Букарт. Они сейчас хотят провести выставку, посвященную книге художника, сделать раздел отдельный в своей библиотеке. Кто-нибудь был в иностранной библиотеке, например, немецкой, когда-нибудь? Например, в немецкую библиотеку человек может зайти с улицы. Если он не хочет взять книгу, он может войти с улицы, полистать все книжки, которые там находятся в доступе, посмотреть фильмы на мониторах, которые находятся там. Притом фильмы, я смотрел там уникальные японские фильмы, которые нигде не увидишь, потому что немцы покупают все по экземпляру со всего мира. Послушать музыку радио Франце, сборника этнической музыки. Если он хочет какую-то уникальную книгу, он может записаться в эту библиотеку, и ему по компьютеру найдут, где книжка находится, она может находиться в Мюнхене или в Нюрнберге, или в Гамбурге, где угодно. Ее пришлют в течение трех дней, если ее уже прочитали. Он ее прочитает, эту книжку. Это, конечно, гениальная информация. Я надеюсь, что и мы получим когда-нибудь сайты тоже по Букарту, не будем писаться только на немецком сайте по Букарту, а будем и на русских. Но это все, конечно, процесс времени. Вас тоже. Потому что это все держится на энтузиастах. Потому что искусство держится на энтузиастах. И вместе с энтузиастами мы как бы поднимаемся куда-то к богам, к своим богам, каждый к своему. Я больше не могу ничего сказать про это. Я вам сейчас принесу этот сайт, просто кому интересно. Потому что это очень любопытный сайт, который сделали немцы. Они его постоянно поддерживают. Это ресурс, и этот ресурс показывает все, что происходит с Букартом в мире. Каждый там может с ними соединиться, если сделать какую-то оригинальную книжку и принять участие, если его возьмут в этих выставках. Самое важное это информация, которую мы можем передать друг другу. Потому что информируя друг друга, мы расширяем свой диапазон. Правильно я сказал? Я благодарен всем, кто пришел, кто послушал, может быть, не связанную мою речь, но я художник, я не литератор, я не философ. Спасибо. 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 Спасибо.